Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Рекордная по времени и по числу журналистов главные тезисы большой пресс-конференции губернатора. Облегчат долю. В ближайшие два месяца в Самаре введут в эксплуатацию еще шесть проблемных домов. Нерыбное место. В Красногринском районе нелегальным торговцам контролеры подпортили бизнес. Сегодня исполняется пять лет, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин. 12 мая 2012 года состоялась церемония его инаугурации в должности губернатора. Накануне глава региона провел большую пресс-конференцию по результатам пятилетней работы. Открыто 64 новых производства, построено более 300 спортивных сооружений и рекордные показатели в дорожном строительстве и сельском хозяйстве. Глава региона рассказал, как идет подготовка к Чемпионату мира по футболу и прокомментировал публикации о своей отставке. Олег Зверев выслушал вопросы и ответы. Регион Зверев вышла в лидеры по самым разным направлениям. Вот один из них – строительство жилья. Сегодня регион ставит в пример на самом высоком уровне. Причем за счет увеличения объемов и снижения цен жители сэкономили на покупках квартир 50 миллиардов рублей. Если брать на первый квартал текущего года, ПФО дает ПФО и страна дает жильщик строительства, мы даем по первому кварталу 120% роста объема жильщик строительства. И мы ту планку, которую взяли, мы ее будем держать. На пресс-конференции прозвучало более 40 вопросов в числе участников все СМИ, работающие в регионе. Особое почтение оппозиционным газетам, сайтам и радиостанциям. Слухи об отставке сильно преувеличены. Глава региона отметил, что источники этих сообщений известны, но те, кто заинтересованы в дестабилизации, просчитались. Да, я знаю этих людей, знаю этих людей. Кто это организовывает, кто это исполняет, кто какие роли во всей этой, скажем, цепочке выполняет. Да и причины во многом неизвестны. Те люди, которые этим занимались, и в том числе те, которые писали об этом, и те, которые там политический капитал пытались как-то наработать на этом, они в очередной раз себя опустят. Еще один вопрос из стана оппозиции. Раньше Самарская область занимала первые места в рейтинговых публикациях авторитетных мировых агентств. А сегодня регион уступил первые строчки. В чем причина? Ответ. Раньше на заказные статьи тратили больше миллиарда бюджетных рублей в год. Сейчас на всю поддержку СМИ в четверо меньше. Причем в объективных рейтингах Самара по-прежнему в лидерах. Регион высоко оценивают инвесторы. За пять лет создано более 60 новых производств. Регион получает хорошую поддержку и из федерального центра. Причем одно из главных направлений – подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Из 31 миллиарда рублей, выделенных городам-участникам на строительство дорог, 14 миллиардов получит Самара. Изменения произошли очень серьезные. И более того, мы и дальше будем очень жестко требовать качества. И качество, которое позволяло бы не только комфортно ездить по дорогам, но и они должны эти дороги служить долго очень. Удалось многое сделать и в структуре самой власти. Сегодня каждый житель Самары может в буквальном смысле влиять на самые важные областные решения через общественные советы. Их число будет увеличено. А перспективы своей работы глава региона охарактеризовал словами. Меня в Самарской области направил президент. Он поставил задачу оздоровить регион. И я эту задачу выполняю. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Шесть домов проблемного долевого строительства планируют ввести в эксплуатацию в Самаре в ближайшие два месяца. Об этом заместитель руководителя департамента градостроительства доложила на оперативном совещании в мэрии. Чтобы в дальнейшем не допустить долгостроев, департамент градостроительства вместе с областным министерством и государственной инспекцией строительного надзора будут проводить совещания по координации и контролю сроков возведения новых домов. А проблема обманутых дольщиков прошлых десятилетий продолжит решать. На территории городского округа Самара числилось 23 таких объекта, в том числе 10 проблемных объектов, по которым вопрос не урегулирован, либо урегулирован частично. По всем этим объектам в соответствии с федеральным законодательством составлены планы графики по завершению строительства данных объектов и удовлетворению участников долевого строительства. Кроме того, обсуждали и вопрос строительства крупных инфраструктурных объектов в городе. В начале года из вышестоящих бюджета поступило почти 2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут в том числе на капитальный ремонт лицея авиационного профиля, стадиона «Нефтяник», реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе, ремонт заводского шоссе, северо-восточной магистрали, строительство дорог в микрорайоне «Волгарь». Тем временем более 900 миллионов рублей получат Самарскую область из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды. Всего между 10 регионами страны на эти цели распределено более 5 миллиардов. Как будет реализовываться программа в Самаре и как принять в ней участие узнала Лариса Шалафаст. Благоустроенные дворы, парки и скверы. Городская среда в Самаре станет еще комфортнее. Заявки от жителей уже принимаются. Чтобы попасть в программу, на общем собрании нужно решить, какие виды работ необходимо провести на конкретной территории и оперативно подать заявку в департамент городского хозяйства и экологии. Принцип заявочный. Кто быстрей, у тех будет детская площадка, кто быстрей, у тех будет освещенный двор, кто быстрей, у тех будет спортивная площадка. Поэтому здесь не нужно растягивать время, нужно собираться дворами, принимать решения. Если у нас дворовая заявка, все критерии абсолютно соблюла, провели общее собрание собственников, составили акт осмотра, составили дизайн проекта, смету, то, конечно, здесь играет значение первостепенность подачи заявки. То есть сейчас очень важно узнать о критериях и о правилах подачи заявки. Всего на формирование комфортной среды в городах страны выделено больше 5 миллиардов рублей. Самарская область получит 927 миллионов. 2017 год – это только старт масштабного проекта. Программа рассчитана до 2022 года. И к концу этого времени в стране должны быть обновлены 100% дворов. Мы практически сейчас граждан вовлекаем в хозяйствование на дворовых территориях, в хозяйствование в своем городе. Мы до этого в большей степени говорили о формировании собственников в своих многоквартирных домах. Теперь вот это влияние на хозяйство переходит на территории дворовые и городские. Больше 300 миллионов рублей из общей суммы в Самарском регионе запланировано на благоустройство парков и скверов. Здесь также важна активная позиция жителей. Какие общественные пространства войдут в программу, будет известно после проведения областного отборочного конкурса. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. В Самарской области задержали гражданину Узбекистана, который торговал людьми. 45-летнего мужчину, находящегося в международном розыске, арестовали в Чапаевске, сообщает региональная прокуратура. Детали спецоперации, в которой принимали участие полицейские и сотрудники ФСБ, силовики не разглашают. Известно лишь, что найти преступника удалось, цитата, в ходе проверки соблюдения требований миграционного законодательства, а также законодательства о федеральной безопасности в ООО «Техпром» по Волжье. Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан. Нелегальных торговцев ловили сегодня и в Красноглинском районе Самары. Такие рейды в городе проходят регулярно после каждой проверки. Сотрудники Департамента потребительского рынка закрывают десятки нелегальных точек. Но, словно грибы после дождя, мгновенно появляются новые. Как боролись с нерадивыми продавцами сегодня, расскажет Олеся Корецкая. Улица Нагина в поселке Управленческий. Место рыбное во всех смыслах. Рядом продуктовый рынок, мимо проходит много покупателей. И лоток срывы у дороги пользуется спросом. Вот только разрешения на торговлю у продавца нет. Рядом с продуктами мусор и грязь. О том, что на торговлю нужно специальное разрешение, продавец не знает. Говорит, всеми вопросами занимается начальник. Мы никогда не обращались, мы всегда так работаем. То есть на всех рынках встаем за место, платим и работаем. Я первый раз на такое нарвалась. На любых рынках приезжаем, администрация походит и платит. А я же не знала, что здесь что-то так. Я думала, подойдут, так же заплатим и все. Я же не знала, теперь буду знать. Протокол, штраф до 4,5 тысяч рублей и стихийная торговля сворачивается. На втором квартале поселка Мехзавод проверяют лотки с молочными продуктами и домашними заготовками. Все наше, да. Сами делаем, сами доем, сами обрабатываем. Горок делаем, масло, сметана, все. Ну и чтобы торговать, вы получили разрешение? Да, торговать, чтобы получили разрешение. Вы не ругаете сами нормальную культурную вежливость? Пошлите кто-нибудь, пошлите со мной. Что это? Давайте, давайте, по скатку. На проверку уличных лотков сотрудники администрации и потребительского рынка выезжают постоянно. Каждый раз составляются десятки протоколов об административном нарушении. Результаты есть. В этом году незаконных точек на улицах стало меньше. Инициатива и наша, и депутатская увеличится за эти штрафы, чтобы как можно меньше этих злачных мест было. Потому что от этих злачных мест и бардак, и мусор. Бывают и агрессивные торговцы, бывают добрые. Ну, как вы, наверное, уже убедились, у нас бывают и жители, которые говорят, да, уберите. Здесь нам неудобно, что торгуют, а бывают жители, которые говорят, что вы гоняете, нам удобно, у нас вот вышли и здесь. Поэтому, как бы, что торговцы, что жители у нас делятся на те, кто за и те, кто против. Чтобы торговля устроила всех продавцам, нужно получить разрешение в МП ярмарки Самары в специально отведенных местах. А жителям активно сотрудничать с районной администрацией. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области в лобовом столкновении двух авто пострадали трое взрослых и ребенок. Авария произошла на 23-м километре дороги Алексеевка-Богдановка-подъем Михайловка в Нефтегорском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Рапид», двигаясь в сторону Алексеевки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в него. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля, один из которых ребенок. Все они были госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу. Четверо самарцев, съездивших на рыбалку в Казахстан, заразились лептоспирозом. Сейчас мужчины с тяжелыми осложнениями лечатся в клиниках сам ГМУ. В апреле рыбаки отправились на озеро Идельсор в Казахстане, а когда вернулись, легли с 40-крадусной температурой. Но в больницу обратились не сразу, сначала лечились от ОРВИ. Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, которое поражает капилляры, печень, почки и нервную систему. За два месяца весны клещи покусали более 700 самарцев, каждый третий ребенок. По информации Роспотребнадзора, это в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время против клещевого вирусного энцефалита были сделаны прививки более чем 5000 человек. Из 500 клещей, снятых с людей, в 91 экземпляре обнаружили вирус энцефалита. Молодые дизайнеры и архитекторы Самарского политеха будут проектировать новое здание театра студии «Грань». Здание должно органично вписываться в городское пространство Новокуйбышевска. При этом новаторский, в чем-то экспериментальный театр «Грань», конечно, хотел бы видеть свой новый дом ультрасовременным. Презентацию проектов планируется провести в ноябре на Всероссийском театральном фестивале «Помост». В Самарской области синоптики обещают заморозки. Уже вечером в субботу, 13 мая, в большинстве районов региона пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах от 13 до 18 градусов тепла. Ночью похолодает до 1-6 градусов. В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха останется на субботних отметках. В целом в регионе во второй половине мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже многолетних значений. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 3 градусов. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты будут готовы рассказать в следующих выпусках. Пропал без вести в 43-м году и нашел покой только сейчас. На рыбежном кладбище похоронили останки солдата Кузьмы Суева. Раскрасили яркими красками серые тюремные будни. Сотрудники двух колоний высадили гортензии. В горящую избу вошли. Пожарные добровольцы соревновались в профмастерстве. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин